Я хочу, чтобы микрофон работал нормально. Я хочу кушать. Я зовут Оша. Я родился на Дальних островах. Считал эту обитель самым скучным местом на Земле. До ближайшего города будет несколько дней. По кругу подняли са и скалы. Наша семья считалась главной на острове. Но это не избавляло меня от каждодневной работы. Население было не такое большое. Корабли приходили редко. Полагаться надо было только на себя. Я думал о том, чтобы быть дать иные Земли. Но в жизни не об этом другие планы. Когда круг Земли стирал человечество, наши острова остались вне его досягаемости. Мы выжили, но несколько месяцев существовали в страхе, что Земля опять затрагнется. Или к нам придут ильдийцы, чтобы саморучно уничтожить. И они пришли. Но на удивление, никто нас убивать не собирался. Они вернулись вместе с некоторыми морлицами. И предложили нам заключить мир. И воссоединиться. Титаны канули в лету. А Парадис был уничтожен. И уже все бежали. Для них конец должен был быть один. Я бы очень хотел, чтобы мы их прогнали. Однако, нас превосходили числом. Но разве можно было объединяться с бывшими врагами? Даже если это вопрос выживания. Шли дни. С приходом чужаков порядок острова изменился. Мы расширили поселение. В сторону марли отправляли экспедиции в поисках усылявшего сырья. Земля там была непригодна. Поэтому остров наш никто не спешил покидать. Наша семья все еще стояла во главе. Но этот статус нам приходилось делить вместе с эльдийцами. Эрин Йегер устроил геноцид человечества. И теперь у него есть полномочия по управлению. Какой абсурд! Я отдыхал в Тиньке. И краем глаза заметил, как несколько парней приставали к девушке. Ее звали Таби. И она была чужаком. Эй, парни! Жить тебе хотелось. Ты! Да, можешь не благодарить. Дурак! Ну и что ты сделал? Я вообще-то сама могла справиться. Молодец, слушай. Решил погеройствовать. Себя не только не похвалили, но и даже побить захотели. Однако... Таби решила, что это был отличный момент, чтобы познакомиться. Я был в шоке от такой эльдийской наглости. Так потихоньку мы стали общаться. Друзья у меня никогда не было. Мне хватало разговоров за работой. Таби решила это исправить. Теперь я виделся с ней почти каждый день. Я расспросил ее про то, как же был уничтожен Парадис. Хотя Таби была во время происшествия. Она вспомнила лишь суматоху, так как не смотрела назад. А убегала с другими. И громкий рыб. Надо бы попасть сюда вместе и узнать, что же на самом деле случилось. Конечно, чтобы поскорее на острове освободилось место. Она подарила мне проследить дружбу. Вот в чем. Обязание ей не было равного. Мирное острове проживало людей. У одной из машин наступали какие-то разбойники. По ту сторону острова есть люди! Жаль, что они оказались за врагами. Они так же быстро появились, как и отступили. Погрызившись в волю. Да, на все это. На перекличке выяснилось, что некоторых не хватает. В том числе и Таби. Нужно было срочно ходить лодки и отправляться на поиски. Но куда? Ну, за что мы стоим? Мы не должны бросать своих людей. Это всего лишь кучка бандитов. Они не устоят перед нашим опытом, силой и решимостью. И тут вы не появитесь, товарищи. И тут в украинском поезде, вочесно сущий кошмар. И тут внезапно парадист был уничтожен. Пам! В парадите была противопехотная мина. В Таби еще одна. Так вот почему я его больше не любил. Она была горячей девочкой. Очень тяжело встречаться с противопехотной миной. С противотанковой еще сложнее.